Жильцы дома номер 5 по проспекту Ленинского комсомола считают свой двор неуютным, некрасивым и брошенным. Проблемы начались сразу после заселения более 25 лет назад. Крылечки около подъездов были сделаны некачественно, подвал подтапливается, лужи во дворе. А ливневки не было и вовсе. Решетку тогда установили только для того, чтобы муниципалитет принял дом. Прошлым летом городская администрация начала долгожданное благоустройство. Но и спустя 9 месяцев конца ему не видно. Передвигаться по этому двору следует с большой осторожностью и оценивать каждый свой шаг. Ведь вероятность того, что вы подвернете ногу, очень велика. А уж говорить об опрятности обуви не приходится. Вместо асфальта под ногами щебень. Сегодняшнее состояние двора – результат неоконченных благоустроительных работ, которые начались прошлым летом, после многочисленных обращений жителей. Но ни в сентябре, ни в ноябре работы не были завершены. Финальные части благоустройства жители ждут до сих пор. Был вообще груб. Здесь было что-то невероятное. Значит, дети по уши в грязи приходили. Машину поставить невозможно было. Писали, звонили. Как говорится, с Божьей помощью устелили. Уже снег выпал нам вот этот вот щебень. Обещали нам, вы знаете, прям вот железно обещали. Мы вообще просили, чтобы осенью нам все заасфальтировали. Но они нам железно сказали, что это будет ранней весной. До сих пор нет. Вот уже несколько месяцев жители домов 3, 5 и 7 по проспекту Ленинского комсомола Жуковского 14 терпят неудобства. У нас от этих камней пыль в квартиры летит. Плохо ходить по этим камням. Ноги все выкручиваешь. Больные ноги. Очень тяжело. У нас маленький ребенок, вот только родился, да? Я столкнулась с тем, что я не могу с коляшкой никуда, нигде выехать. Там камни. Здесь на площадку опять эти вот камни. Сюда или машина или камни тоже не проехать. Мне, если я иду со Сбербанка, мне нужно сделать обход вокруг дома, чтобы заехать нормально к подъезду. То есть это же вот какой порог высокий. Здесь невозможно поднять коляску. То есть ребенок выпадает, приходится либо его придерживать. То есть ужасно отвратительно. Но и выполненная часть работ, по мнению жильцов дома, сделана некачественная. Многое не устраивает видновчан. Сюда вот вода стекает. И вот здесь образовываются лужи. Ну здесь вот немножко с наклоном. А где второй подъезд, третий подъезд, Значит, и где четвертый, там скапливается лужа. Вода скапливается. И она не убирается. То есть сделана неграмотно. Мой подъезд пятый. Здесь вода во всем, вопреки всем снипам, она течет под дом. Создается болото. Дверь, когда собирается лужа, дверь открыт. Мы вступаем в лужу. В этом дворе сейчас нет ни одного съезда для маломобильных групп граждан. Пандусы у подъездов отсутствуют или неудобны. А спуск с тротуара в торце дома кто и для кого его сделал таким? Вызывает вопрос и необходимость проезда между домами 3 и 5, который сейчас оказался перекрытым. Здесь у жителей требования прямо противоположные. Надо что-то сделать так, чтобы не было вот этого сквозного проезда между третьим и пятым домом. Потому что, во-первых, это безопасность. Во-вторых, это постоянное напряжение и жильцов, и родителей. Если пожарная машина проедет, ей надо не развернуться, не выехать, не разъехаться. И потом какие-то моменты бывают, что дорогу перекрывают. Людям хоть можно было как-то объехать. А сейчас вообще опеннику нужно сделать и всё. Возмущены горожане тем, что при проектировании благоустройства спилили многие деревья. Начали вот так вокруг всё нам посадить. Получается, только спилили всё, и ничего не было. Не дожидаясь действий со стороны, некоторые сами озеленяют двор как могут. Марина одна из тех, кто много лет разбивает клумбы под окнами. Но её старания каждый раз сводятся на нет. Третий раз я восстанавливаю вот этот участок. Своими руками ни одного цветочка, никто мне, ни организации, ни жек, никто не дали. Вот этот чернозём я носила с поля бёдрами, чтобы сдачи привезти кустики, купить. И вот это всё подсадить, чтобы мне опять возразилось. Проблем много, недовольство жителей растёт. Видно, в чане настроены очень решительно. Если не будет никаких принятых мер, мы будем обращаться уже в Москву. Будем снимать сюжеты и отправлять в Москву. Единственное, за что искренне благодарны жители дома номер 5 по простой Клининского комсомола местной администрации, так это за вот эти вот столбики. Они их используют вместо поручней, когда спускаются или поднимаются с тротуара. Татьяна Акимова, Константин Брылов, Видное ТВ.